Невозможно сегодня игнорировать явную смену риторики российского руководства. Риторика эта по-прежнему грозная, но никаких прежних целей военной победы над Украиной в себе не несет. Российская армия потерпела в двух раундах тяжелейшие поражения. И стало ясно, что освобождение Украины – вопрос времени. Причем приходится объявлять мобилизацию для того, чтобы это время немного продлить. Теперь все свелось к прямым уговорам Зеленского таки сесть за стол переговоров. Путин и его окружение могут быть 20 раз оторваны от реальности. Но даже они не настолько сошли с ума, чтобы не понимать. Каждый день войны разбалтывает систему. Каждый день войны повышает для них риски. Никакой пользы от этой войны уже не добудешь. Она каждый день приносит все больше вреда. Да, подойти с бесславной и явно проигранной войной, подойти с бешеными жертвами и уставшими от этого всего гражданами к выборам 24 года – это очень опасно. А до выборов этих осталось 16 месяцев. И не нужно их недооценивать. Даже если там вообще никто не будет считать никакие голоса. Выборы – это все равно тот период, когда граждане легально и с аргументами могут поразмышлять, а нужен ли им такой президент. А потом могут накидать в урны такое, что никакие бюджетники не помогут. Фальсификациями, конечно, можно что угодно вытянуть, но может случиться, что никто уже и не поверит. Большие выборы для такой системы – это очень опасно. Понятно, что на Путине слишком много завязано. Его исчезновение навсегда изменит политическую систему и жизнь всех тех, кто извлекает из нее наибольшую пользу – российских элит. Понятно, что сейчас все заняты поиском схемы, в которой можно сохранить все как есть, но закончить войну. Об этом имеет смысл поговорить. Имеет смысл ответить на вопрос – почему Россия не сможет всплыть, не бросив Путина? В первую очередь, ни у какого украинского политика сегодня нет ни желания, ни возможности, ни мандата от народа на то, чтобы договариваться с Путиным. Путин с самого начала ведет эту войну средствами террора. Произвольное забрасывание ракетами жилых массивов, уничтожение целых городов, кровавые расправы на оккупированных территориях, разрушение гражданской инфраструктуры. Это не война российской армии против украинской армии. Это война Путина против украинского народа. Если еще недавно эту реальность хотя бы яростно отрицали, говоря о высокоточных ударах по военным объектам, то сейчас прямо декларируется – мы стремимся оставить без света и заморозить украинцев, чтобы принудить Зеленского к переговорам. Не нужно быть глубоким политическим аналитиком, чтобы понимать простой факт. Таким образом, никого к переговорам склонить невозможно. Любой украинский политик перестанет быть немедленно украинским политиком, если сядет за стол переговоров с людьми, ответственными за Бучу и Мариуполь, за торговый центр в Кременчуге, за массу бессмысленных эпизодов насилия, с теми, кто сейчас оставляет без света и тепла жилые дома и больницы. Это невозможно еще по одной причине. За сентябрь и начало октября украинская армия однозначно показала, что умеет не только успешно обороняться, но и крайне эффективно наступать, обращая российскую армию в паническое бегство. По данным проекта Орикс, российская армия потеряла 1420 танков, из которых 492, каждый третий, не уничтожены в бою, а стали трофеями ВСУ. Объявив всеобщую мобилизацию, хоть и назвав ее частичной, Путин признал, что у него больше нет армии, что единственный способ задержать украинское наступление, это завалить фронт трупами фрезеровщиков, юристов и барменов, впервые взявших в руки оружие. Это явно не та позиция, из которой можно кому-то диктовать условия и навязывать переговоры. Зачем договариваться с армией, ресурсы, которые стремительно иссякают, которая испытывает дефицит всего, начиная от оружия, бронежилетов и медикаментов, заканчивая трусами и носками, когда ее можно просто перебить на поле боя. Причем, что хуже всего для Путина, его слабость очевидна всем, кто хоть как-то следит за лентой военных новостей. Все знают, что он проиграл. Все знают, что он знает, что проиграл. Особенно наивно тут выглядит попытка через голову Украины выйти на какие-то переговоры с ее западными союзниками. Путин и его официальные говорящие головы постоянно пытаются обращаться к какому-то коллективному Западу. Дескать, договоримся с Сюзереном, чтобы он приструнил вассала. Во-первых, это продолжение той безумной геополитической картины мира из головы Владимира Путина. Картины, где существуют сверхдержавы и зависимые от них марионеточные правительства. Во-вторых, это еще и коренное непонимание момента. Украина в целом сегодня самая популярная страна развитого мира. Президент Зеленский выглядит голливудским героем, который не просто сражается с многократно превосходящим злом, но успешно побеждает это зло. Прислуживать злу, открыто давить на Украину, связывать руки героическому сопротивлению, это то, чего сегодня не может себе позволить никакой лидер развитого мира. Украина и лично Зеленский очень успешно действуют на международной арене. И теперь в западном общественном мнении Украина сегодня одновременно жертва откровенно неправедной агрессии и блокпосты демократических ценностей на пути агрессивной диктатуры. Но кроме этого, Украина еще и победитель. У этого голливудского фильма намечается хэппи-энд, в котором каждый нормальный политик хочет поучаствовать. Но политическая проблема не единственная, есть и вполне практическая. Владимир Путин много раз доказывал, доказывал как во внутренней, так и во внешней политике, чего стоят и его слова, и его обещания. Никакие договоры с ним, будь то бумажки с печатью, публичные гарантии, закулисные договоренности. Ничто из этого не стоит ровным счетом ничего. Любой договор для Владимира Путина решение сиюминутной проблемы. Но едва только проблема перестает быть актуальной, он тут же берет свое слово обратно. Да, сейчас Путин увидел состояние собственной армии. Да, за восемь с лишним месяцев он понял, что не победит, что даже ту часть своих войск, которые были относительно профессиональными, он просто сжег. Но если он получит мир, если сможет стабилизировать свой режим, то через пять, может через восемь лет у него будет новая армия. Даже при том уровне повального воровства, который существует, сотни миллиардов долларов, которые будут потрачены на строительство новой армии, не растворятся совсем в ноль. Помимо уходящих в небеса дворцов и яхт размером с авианосец, они превратятся в сотни тысяч бронежилетов, в зимних курток, комплектов теплого белья и носков, в тысячи дронов, сотни современных танков и боевых машин, в инфраструктуру подготовки солдат, в реформу управления армией и обучения младших офицеров и сержантов. Да, Путин не военный. Да, он возглавляет очень неэффективную, до предела коррумпированную систему. Да, у него очень большие проблемы с получением информации. Но эта война вскрыла настолько очевидные проблемы российской армии, технические, логистические, организационные, что исправить их хотя бы частично, срезать хотя бы явные опухоли, вполне реально даже в рамках существующей системы. Позволить Путину выпрыгнуть из этой войны, сохранив себя, значит гарантированно получить новую войну. Но не такую войну, где двумя стами тысячами голодных беспризорников планируется захватить Киев за три дня в надежде на капитуляцию киевского режима нацистов-наркоманов. Нет, это будет война, которая ведется адекватными силами, с адекватной оценкой противника. Похоже, что все это понимают. Не только руководство Украины, но и западные ее союзники. В 2022 году человечеству страшно повезло. Путин отправил воображаемую армию воевать с воображаемой Украиной. Пропасть между воображением и реальностью настолько глобально, что невозможно не сделать из нее выводы. Путин не собирается оставлять Украину в покое. Это факт. При сохранении Путина у власти новая война – вопрос времени. Но выглядеть она будет совсем иначе. Мир с Путиным – это не мир. Это передышка для системы на стабилизацию и подготовку новой беды. Не похоже, чтобы кто-то хотел ему эту передышку давать. Если мир с Путиным никто не видит возможным, то мир с Россией – совсем другое дело. Украина, Европа, США, Китай, Турция – совершенно весь мир заинтересован в том, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Просто потому, что никакого другого выхода, кроме мира, нет. Эта война не может закончиться победой ни одной из сторон. Она не может закончиться победой России. И это факт настолько очевидный, что не будем его пояснять. Но война не может закончиться и победой Украины. Многим почему-то кажется, что победа Украины – это освобождение своих территорий. Однако это не так. Военная победа в данной ситуации – это захват вражеской столицы, разоружение армии и подписание капитуляции. Может ли Украина одержать такую победу? Ну, теоретически, возможно, все. Череда военных неудач и внутренние конфликты могут развалить российскую армию. Вооруженные бандформирования кадыровцев и пригожинцев могут развязать войну друг с другом. Украинская армия может остаться вообще единственной регулярной боеспособной силой в регионе. И таким образом одержать военную победу. Но это сценарий failed state. Сценарий полного развала и утраты управления. Возможен ли он? Сегодня возможно все. Вероятен ли он? Очень маловероятен. Пока Россия остается худо-бедно управляемым государством с какой-никакой армией, военная победа в исходном смысле этого определения невозможна. Если Путин останется у власти, то освобождение Херсона, Луганска, Донецка и даже Крыма не изменит особенно ничего. Ничто не помешает Путину, если он сможет после этого остаться у власти, по-прежнему разносить жилые дома и гражданскую инфраструктуру ракетами с территорий Белгородской и Курской областей. Ничто не помешает ему отправлять искандеры, дроны и точки У по Киеву с территории Беларуси. Война России с Украиной безотносительно военных успехов последней может закончиться только мирными переговорами двух правительств, способных между собой договориться. Каждый день войны двух огромных промышленно развитых государств в центре Европы сильно повышает риски не только для региона, но и для всего мира. Война не такое мероприятие, которое можно в полной мере контролировать. На днях российская ракета попала на территорию Молдовы. Пока на территорию Молдовы и пока без жертв. Но помимо Молдовы с Украины граничит Румыния, Венгрия, Словакия и Польша. А это уже члены НАТО. Пока ракета упала не на территорию страны НАТО, пока без разрушений. А если на страну НАТО? А если с теми способностями и везением, которые преследуют российскую армию, куда-нибудь сразу в детский сад, школу или больницу? Самая большая и разрушительная война с 1945 года ведется не где-то в Центральной Африке. Падают снаряды, разрываются ракеты, и все это прямо у границ самого могущественного военного блока на планете. Это все равно, что курить на танкере-газовозе. В любой момент что-то может пойти не так. В любой момент в войну может быть втянута вся Европа, а за ней и Соединенные Штаты. Обе мировые войны назвали мировыми за одним числом. Никто их, как мировые, не планировал и не развязывал. Просто одни самоубийственные решения тянули за собой другие самоубийственные решения. А на выходе человечество получило десятки миллионов убитых. Прямо сейчас в войну втянуты две страны с суммарным населением под 180 миллионов человек. Плюс опосредованно втянута Беларусь еще на 10. Это не Афганистан, это не Вьетнам, это пороховая бочка посреди самого развитого и в военном отношении тоже региона планеты. Каждый день войны повышает риск такого решения или такой случайности, что она выйдет из своих границ. С экономической точки зрения эта война новый коронавирус. Она поставила с ног на голову самые критические глобальные рынки, от которых зависят все остальные. Энергетику, транспорт и продовольствие в первую очередь. Да, кремлевские геополитики фантазируют о том, что сейчас Европа замерзнет и оголодает, поживет при двузначной инфляции и пойдет давить на Украину, чтобы та заключила мир с Путиным на его условиях. Но правда в том, что все самые главные союзники Украины это развитые страны. Перед их гражданами не стоит вопрос физического выживания. Двузначная инфляция это неприятно, неудобно, но для немца она будет значить, что на еду он потратит не 15% своего дохода, как обычно, а 20%. Неприятно, но совсем не смертельно. Что это будет значить для Китая? Это будет значить, что немец на год отложит покупку нового телевизора, а сборщик телевизора останется без работы. Новую работу при том состоянии экономики, который сейчас в Китае есть, найти ему будет очень тяжело. Китай много плюсов получает от своего масштаба, но есть и минусы. Рост безработицы хотя бы на 1% это 7 миллионов несчастных людей, у которых могут появиться вопросики как к правящей партии, так и к новому императору Си. Путин искренне не понимает, как работает глобальная экономика. А глобальная экономика тем временем работает глобально. Не бывает такого, чтобы у европейца стало меньше денег, а Китай и Индия в это время процветали. Большая разница лишь в том, что пока француз сократит походы в ресторан до двух в неделю, в Бангладеш люди будут умирать с голоду. У нынешней войны нет выгодоприобретателей, за исключением тех счастливых стран вроде Грузии и Армении, которые стали шелтерами для российских граждан и российских денег, но это другой разговор. Абсолютно все, в том числе эти шелтеры, заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина смогли договориться и закончить войну. Никто не хочет поражения и уничтожения ни одной из сторон. Обе страны слишком важны для мира, вносят слишком большой вклад в глобальную экономику. В конце мы получаем довольно простую и очевидную схему. Совершенно все заинтересованы, чтобы мирные переговоры состоялись и пришли к успеху. Все заинтересованы в том, чтобы война в центре Европы закончилась. Риски ее разрастания исчезли, а мировая экономика после двух лет небывалой с начала века турбулентности пришла в норму. Но никто не готов договариваться с Путиным. Не готов по политическим, не готов по практическим соображениям. Ведь его слова ничего не стоят. И как с ним договариваться? Российские элиты хотят мира и явно просят о мире. Украина хочет мира, западный мир тоже хочет мира, Индия и Китай его хотят. О чем говорят прямым текстом Путину в лицо. Единственный человек, который сегодня выступает препятствием для того, чтобы потребность без преувеличения всего человечества себя реализовала, это Владимир Путин в личном качестве. С его уходом переговорная дорога сразу будет открыта в один день. Никто не будет унижать Россию, никто не заинтересован в эскалации, не заинтересован поотрубать головы всем тем, кто Путина окружал. Все заинтересованы в том, чтобы дать России возможность выйти из войны как можно мягче, чтобы она могла в будущем построить здоровую политическую модель, чтобы в стране с ядерным оружием боже упаси не случилось гражданской войны или развала, чтобы Россия перестала быть пороховым погребом Европы. Единственное сейчас препятствие Путин. Чем раньше это поймут российские элиты, чем раньше до них дойдет, что надо Путина из уравнения убрать и оно сразу сойдется, тем быстрее наступит спокойствие для мира, а для России откроется путь восстановления нормы. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин